Зима и минусовая температура не повод отменять программу закаливания. Воспитанники детского сада номер 25 обливаются водой прямо на морозе. Наша съемочная группа наблюдала за тем, как закаливают малышей. Ни наш корреспондент, ни оператор на обливание не решились. Ножки не подумали, руки не подумали. Стой, 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 стой. Не торопись, не торопись. Из таза в таз. Несмелыми шагами двухлетние малыши переступают из теплой воды сразу в холодную. Так закаливают самых маленьких в детском саду номер 25. Наш детский сад с приоритетом физического развития. Мы работаем по авторизированной программе, поможем детям расти здоровыми. По динамике и развитию закаливания я могу смело сказать, что у нас есть положительные результаты. По программе закаливания здесь работают уже 5 лет. Для каждого возраста своя система. Летом всех детей обливают из шланга. Зимой в младшей группе под холодную теплую воду попадают только ступни. В средней, в которую входят дети трех лет, обливают ноги по колено. Самые взрослые ребята обливаются холодной водой прямо на улице. Закаливают детей в детском саду только с согласия родителей. Каждому ребенку подход строго индивидуальный. Если ребенок не выполняет задание на разминке, заболевает или только выздоровел, закаливать начинают заново. Если ребенок где-то переохладился, он заболевает, то мы даем время, чтобы он немножечко крепить, снова начинаем с самой нижней ступеньки обливания ножек. По словам врача, с момента начала закаливания до того, как можно будет обливаться водой на морозе или даже плавать в проруби, каждому человеку нужно разное количество времени. У меня были практики, что мы за два месяца выпускали детей на улице. А бывает, что мы целый год не можем выпускать на улице. Пока наша съемочная группа мерзла, врач на личном примере показывала, каково это быть закаленным. А мы молча завидовали. Наталья Чунина, Вячеслав Ермовский, Новости 24, Астрахань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова